Прощай, империя! В эти дни, 11 марта 1990 года, Литва вышла из СССР, став первой советской республикой, которая провозгласила независимость от Москвы. Точнее, литовские депутаты проголосовали за восстановление независимости, которую страна потеряла в результате пакта Молотова-Риббентропа. Но Москва не собиралась так просто отпускать Балтийскую страну из своих объятий. В Кремле понимали, что литовскому примеру могут последовать и другие. Как Москва попыталась наказать Литву сначала экономической блокадой, а потом и танками? Вот вам исторические факты от Екатерины Павловской. Борьба не на жизнь, а на смерть. Как Литве первой из всех республик удалось выйти из СССР? Отныне Литва вновь становится независимым государством. Кровавое воскресенье, которое устроили в Вильнюсе советские войска. Боевым танком пошли на людей. Под гусеницы попали люди. И угроза от последнего генсека. Никуда вы не уйдете! Никуда вы не уйдете! Кто посажен за знаменитую бойню возле телецентра. И как борьба литовцев за независимость вдохновила украинцев идти тем же путем. Костры, национальные флаги. И нескончаемый поток литовцев, желающих почтить память павших защитников своей свободы. Тут буквально у каждого взрослого свои личные воспоминания одной на всех большой трагедии, случившейся 30 лет назад. Окружили военные с этими БТРами, с винтовками. Стреляли офицеры. Десантники, они как-то, большинство как-то прикладами работали. Так в железных объятиях Литву пытались удержать в Советском Союзе. Однако в 90-м году произойдет то, чего даже предположить не могли не только союзные республики, а вероятный весь мир. Они проголосуют единогласно, без лишних сантиментов, подняв вверх белый листок. Тогда еще депутаты Верховного Совета Литвы, который вскоре станет сеймом, окончательно закончат для своей страны период советской оккупации, длившийся без малого 70 лет. И отныне Литва вновь становится независимым государством. Советские символы тут же отправятся на свалку истории. Однако так легко освободиться от гнета коммунистического правительства не выйдет. Вначале коммунисты задействуют шантаж и развернут энергетическую и продуктовую блокаду Литвы. 18 апреля Москва сообщила про энергетическую блокаду республики, которая длилась практически 10 месяцев. Остановили поставки топлива, энергетики, продуктов. Таким образом пытались задушить эту независимость. Доведя ситуацию до критической, в Литву приезжает последний генсек. Якобы спасает ситуацию, а на самом деле угрожает новому правительству. Никуда вы не денетесь, никуда вы не уйдете. Вы цивилизованный народ. Это еще дикари могут что-то там понимать, истребители что-то. Вы не уйдете. Совесть вам в конце концов не позволит. Через неделю после его отъезда в марте 91-го буквально всюду на дорогах страны появятся танки с хорошо известными украинцам, псковскими десантниками. Официальное объяснение – открытие весеннего призыва и учения. Это уравняется к тому, что мы называем рота. Десантников, я полагаю, они лихо ездили по улицам. Мы думали о том, что вот это обыкновенное какое-то учение вокруг возможных стратегических объектов. Тем временем военная техника действительно направится в сторону стратегических объектов. Однако это будут совсем не учения, а попытка подавления литовского сопротивления. Тот силовой сценарий, который Советы уже когда-то отработали в других мунтующих республиках во время Венгерской революции и Пражской весны. Кремль принял решение вообще огласить нелегитимную власть в Литве. Вел там военное положение, вел там военную комендатуру, вел войска для разгона законных органов власти. Защищать свою независимость навстречу танкам выйдут сотни литовцев, чтобы громко заявить, что больше в Совок не вернутся. Критической станет ночь с 12 на 13 марта 1991-го. Десантники получат команду идти в атаку и прикрыть спецназ КГБ «Альфа», которому поручен штурм админзданий. Основная цель псковских десантников и альфовцев, конечно же, захватить литовский парламент, то есть СЕИМ. Однако в стране, где большинство жителей проголосовали за независимость, этого оказалось мало. Поэтому ставку делают на захват телецентра и телевышки Вильнюса с целью вернуть в эфир советскую пропаганду. Люди, охраняющие админздания, практически беззащитны. У них нет оружия, они просто поют национальные песни. Среди них тогда еще студент, а сейчас депутат литовского СЕИМа Ажи Гемантас Павеленис. Я тогда почувствовал большую силу. Мы тогда были очень едины. Мы не боялись ничего. Я стоял около танков, я вас в ответок. Она стреляет, я ничего не боялся. И вот эта сила народа. Однако возле телебашни в Вильнюсе ситуация быстро выходит из-под контроля. Тот самый момент, когда танки направили в народ. На видео слышны выстрелы. Десантники агрессивно бросаются просто на толпу. Боевым танкам пошли на людей. Под гусеницы попали люди. В эту ночь погибнут 14 человек. 150 получат ранения разной степени тяжести. В советских новостях, однако, еще долго будет молчание. Не показало время вчера танков. Только показывали, как пастует небольшое количество русского населения. Танков не было вчера. Однако правда всплывет из литовских новостей, так и не прекративших трансляцию. Горбачеву, за год до этого получившему Нобелевскую премию мира, приходится заговорить. Как тогда бы сказали, под давлением мировой общественности. Он скажет, что в эту ночь просто спал. О событиях не знал и приказ альфовцам на штурм тоже не отдавал. Эксперты говорят, это просто невозможно. Система в Советском Союзе была такая, что без разрешения главы страны и главы партии ни один солдат никуда бы не двинулся. Отмывать со знамя партии кровавый расстрел тут же возьмутся советские пропагандисты. И по горячим следам трагедии выпустят фильмы, где будет утверждаться, что солдаты и альфовцы стреляли холостыми. Мы боремся с фашизмом, который все больше и больше процветает на территории Латвийской ССР. Все время повторяют одну и ту же ложь, что они вообще не стреляли. Там кто-то другой, может быть, сами литовцы поубивали. Евгений Дикий приехал в Бельню сразу после печальных событий. Своими глазами видел, как там отработала советская армия. Уголовное дело против виновников будет длиться почти 30 лет и вырастет в более чем 700 томов. Из 70 обвиняемых на скамье подсудимых окажутся только двое. Полковник запаса Юрий Мейр и ракетчик Геннадий Иванов. Экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего офицера группы Альфа КГБ Михаила Головатова осудят заочно на 10 и 12 лет. Дело против Горбачева закроют после его смерти. Мы его все равно считаем убийцей. Никаким там не... Моутатом Нобелевской мировой премии нет. Он убийца. Просто он уже не мог ничего сделать. Мнение Запада было очень важным. События в Литве навсегда изменят историю, показав, что за независимость можно бороться. Даже, как тогда казалось, с нерушимым Советским Союзом. И уже через полгода украинцы поднимут свой флаг независимости. И много лет применяющая к своим жителям репрессии тотальтарное государство, наконец, перестанет существовать. Катерина Павловская. Исторические факты.